17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Сегодня у нас в студии заместитель главного врача по амбуладорно-поликлинической сети Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за день и в честь чего его учредили? Этот день, который учредили даже международным днём буквально недавно, в 2019 году на Всемирной ассамблее по здравоохранению, в мае было принято в Всемирной организации здравоохранения документ и резолюция по глобальным действиям по оказанию медицинской помощи и безопасности пациентов. И объявили 17 сентября Всемирным днём безопасности пациентов. Что же это такое? Это принцип, цель, задача этой резолюции. Это максимально информировать и оповещать население о безопасности оказания медицинской помощи и в том же время и информировать медицинских работников по недопущению врачебных ошибок при оказании медицинской помощи. К сожалению, в мире, особенно по статистике Всемирной организации здравоохранения, в странах мира, где низкий уровень дохода, оказывают медицинские работники около 134 миллиона врачебных ошибок при оказании медицинской помощи. Это ошибки и при назначении лекарственной терапии, то есть это и ошибки врачебные при оказании каких-то манипуляций, в хирургических вмешательствах, при переливании крови, при лечении таких тяжелых заболеваний, как сепсис, в общем-то различных манипуляциях, которые приводят к каким-то, наносятся вред пациенту или же даже появляются осложнения у пациента. Так вот, эта резолюция была принята для того, чтобы не допустить эти врачебные ошибки. Значит, в этом году, именно 21-й год, Всемирная организация здравоохранения этот день обозначила как Всемирный день безопасности пациентам по оказанию медицинской помощи матерям и новорожденным детям. Вот как бы у нас обязательно у медиков есть соблюдение этики и диантологии, и одним из принципов этики – это не навреди. То есть ты оказываешь медицинскую помощь, но самое главное – не допусти, чтобы какую-то допустить ошибку в оказании медицинской помощи, а самое главное – чтобы никаких не было последствий. Ну, как… А какие-то мероприятия конкретные проводятся в связи с этим? Да, да. То есть в чем они заключаются? В этом году, лично в этом году, значит, мероприятие будет проводиться, во-первых, Всероссийская олимпиада среди медицинских работников по безопасности пациентов, проводится для проведения, когда медицинские работники будут участвовать в этой олимпиаде, и будет проверяться уровень знаний по, значит, как они знают вообще, по качеству недопущения этих врачебных ошибок. Дальше будет проводиться интерактивный опрос среди пациентов и среди также медицинских работников, чтобы понять, насколько пациенты тоже осведомлены, что такое безопасность пациентов и что такое бред здоровью. Все это, как бы, у нас размещено на сайтах нашего Минздрава Российской Федерации, эти мероприятия по безопасности пациентов, где могут также наши, значит, пациенты тоже зайти и посмотреть, и пройти тоже этот интерактивный опрос, зарегистрироваться и пройти. Вот. Ну, касающиеся именно по материам и новорожденным, почему это было также принято? Вот. Потому что даже до пандемии у нас умирало, опять же, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 810 женщин и почти более 6000 именно уже новорожденных, а уж мертворожденных там вообще очень много по миру. И поэтому в период пандемии особенно затруднительно было, как бы, оказывать медицинскую помощь в период ковида этим матерям и новорожденным, и поэтому, чтобы были достойные и безопасные роды, вот в этом году объявили этот Всемирный день безопасности пациентам именно для матерей и новорожденных детей. Чтобы роды проходили качественно, чтобы не было ошибок никаких, чтобы, значит, беременные в период пандемии получали квалифицированную медицинскую помощь, своевременную помощь, если нужна госпитализация, то, значит, их, чтобы акушер-гинеколога своевременно госпитализировали, чтобы максимально снизить риски, значит, для плода, чтобы он родился потом здоровым новорожденным, потому что это наше будущее поколение. Поэтому вот такой вот в этом году вот был объявлен день для Всемирного дня безопасности пациента. Ну, насколько я знаю, что благодаря, опять же, уровню специалистов, которые работают и в нашем перинатальном центре, и в РКБ, которые работают непосредственно с новорожденными, у нас как бы статистика не сильно печальная, несмотря на то, что обслуживаем мы, в общем, перинатальный центр, я имею в виду, обслуживают и, по сути дела, и Москву, и Московскую область. Да, перинатальный центр у нас – это достаточно высокоспециализированное учреждение, это учреждение третьего уровня оказания медицинской помощи, которое действительно оказывает медицинскую помощь не только жителям нашего Ленинского городского округа, но и Московской области, и близлежащих районах. И мы знаем прекрасно, что они выхаживают очень маленьких детишек, недоношенных детишек, с маленьким весом, с низкой массой тела, и после этого вырастают прекрасные малыши, так скажем, здоровые, с нормальным уровнем физического, нервно-психического развития. Поэтому это очень даже достойный, всегда почитаемый роддом, да, оперинатальный центр. И мы очень рады, что у нас в нашем округе такое есть уровень, такое учреждение, медицинская организация такого высокого уровня. Ну что ж, спасибо, что рассказали нам про такой, я думаю, мало кто знал, что существует такой интересный день. Спасибо, что рассказали об уровне работы наших специалистов в Ленинском городском округе. А я напомню, что у нас в гостях была заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. К другим новостям.